Значит, не забывайте поделиться этим роликом, если он был вам полезен и он вам помог, а также проверьте, подписаны ли вы на канал. Stories на основном канале я пообещал вам чудесную историю про то, что следует вовремя обновляться. Об этом можно долго спорить, и, конечно же, многие сидят на iOS 9.3, 6 каком-нибудь, или там даже есть отморозки, которые на 6 iOS сидят и кайфуют, но халява кончилась. Сегодня, 3 ноября, 4 уже получается ноября 2019 года, Apple выкатила очевидную новость, которая должна была случиться в принципе ранее, когда все меняли, все ремонтировали, грубо говоря, себе GPS. Если вы не обновитесь, не поставите последний iOS, Apple не гарантирует работу интернета, могут не работать сервисы, связанные с GPS. Как это может сказаться на людях? То есть, если вам кажется, что ладно, вас это не коснется, коснется. Во-первых, вы можете остаться без интернета, но это ладно решается Wi-Fi, образно выражаясь. Так сегодня с утра массово повалили таксисты. В городах, где экономическая обстановка не благотворит какой-то другой предпринимательской деятельности, очень много таксистов. Таксисты пользуются приложением, которое собирает для них заказы, им выдают. Оно работает, как правило, на основе геолокации, на основе GPS. Так вот, сегодня, несмотря на то, что праздник, приходится быть на работе, потому что оказывается, что многие устройства просто не обновлены. Как поступать в таких случаях и какие могут быть последствия? Естественно, нужно ставить каждое следующее обновление. Естественно, нужно обязательно возмущаться, что Apple вынуждает покупать свои новые девайсы. Без этого никак, это обязательно нужно делать. Также, если вам прилетает обновление, значит, в последствиях и какие могут быть подводные капли, и почему я стараюсь не брать подобные аппараты в ремонт. Значит, если вам прилетает обновление, оно висит, говорит, обнови меня, обнови меня. Например, это случилось же для iPhone 5, простой пятерки, для iPad 4 и ниже, то есть iPad 2, 3, а также для версии, которая с сим-картой. То есть, эти же модели с версией для сим-карты. А если у вас просто версия с Wi-Fi, у вас этой проблемы не должно быть. Значит, стоять. Итак, какие могут быть подводные камни? Значит, если вам прилетело обновление, старайтесь его поставить. Если вам он говорит, начинает что-то скачивать, потом говорит, вам не хватает места или еще что-то такое. Место нужно освободить, нужно пожертвовать видео, фото, удалить данные с WhatsApp, с Viber, всю эту дрянь, которую вам на праздники присылают с Рождеством, и вот эти все картиночки, видосики, гифки, это тоже все нужно почистить. Тем самым, вы освободите себе место, и у вас будет возможность поставить новую прошивку. Но почему я не беру подобные аппараты в ремонт? Я не беру подобные аппараты в ремонт, потому что у таких аппаратов очень частая неисправность, что после обновления он перестает активироваться. И люди такие, я же сдавал вам рабочий, я просто просил вам его обновить. Нафиг, я его лучше брать не буду. Значит, про активацию, почему он не активируется, было там 3 или 4 ролика, 3, по-моему, и один еще, кажется, будет. Все ролики есть по листе Apple. Все, что касается активации, поломок, ремонтов, каких-то типовых неисправностей, все в по листе Apple. Недавно, кстати, был ролик про разблокировку iCloud, рекомендую глянуть, кто не видел. На основном канале, но здесь, внизу, на этом канале, на втором, тоже, возможно, есть по листе Apple, не могу ошибаться. Я напомню, что он может у вас не активироваться, потому что вы в какой-то момент своей жизни посчитали, что вы самый умный. Сейчас может не относиться ко всем людям, но к некоторым относится. Типа, я такой умный, что я пойду в магазин покупать себе новый iPhone, я что дурак, я вон куплю у какого-нибудь дяди Ашота iPhone пятерку, и все будет ништяк. Она будет дешевле на 5-7 тысяч, я же умнее всех остальных. А он оказывается восстановленным, пересобранным, ремонтированным, да еще каким угодно он может стать. А после этого вы его обновляете, его обновлять нельзя, и получаете на выходе кирпич, который не активируется. И вот такие люди потом приходят, сдают телефон в ремонт, говорят, у меня все работало, после вас он не активируется, делайте, что хотите. И вот эти терки мне вот совершенно не нужны. Поэтому будьте готовы, если к вам сегодня-завтра начнут приходить люди с пятерками, с iPad'ами старенькими, то вы будете знать, что с ним делать. Естественно, человек будет возмущаться, что у меня теперь меньше батарейки хватает, или еще что-то. Но все это меркнет по сравнению с тем, что может перестать работать App Store, перестать работать GPS, перестать работать вообще в принципе интернет на телефоне. Это все меркнет по сравнению с какими-то издержками, которые может клиент получить после. Это был ролик про то, что Apple выкатил очередное обновление, которое в очередной раз спровоцирует волну негодования, что Apple заставляет людей покупать новую технику взамен старую, старой насильно. Вся нужная информация есть на основном канале Тэшпрограммист, ссылка на него есть в описании. Если вас заинтересовала эта тема, то рекомендую посмотреть на канале Плэлист Полезное. Там собирается канал, все самое интересное, важное и полезное. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, у нас есть канал в Телеграм, обязательно подпишитесь, там всегда первые новости. Оставайтесь с нами, будет много годноты. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова